Здравствуйте! Кстати, вы смотрите программу «Регион ТВ», подготовленную совместно с журналистами телекомпаний «Мозря», «Жлобина», «Речицы», «Гомеле» и «Светлогорска» в студии Евгения Барановская. Открытый диалог прошел на базе Светлогорского целлюлозно-картонного комбината. Руководство завода ответило на все наболевшие вопросы, связанные с запуском предприятия. Инициатором мероприятия выступила районная администрация. 14 сентября на Светлогорском ЦКК была организована встреча руководства завода с общественностью, представителями инициативных групп СМИ. Инициатором встречи выступил райисполком, предоставил возможность в формате открытого диалога обсудить все проблемные вопросы, которые волнуют местных жителей, а также избежать дальнейших инсинуаций по поводу запуска завода. На какой стадии сейчас находится производство, как работает завод и все ли в порядке в смысле экологии, участникам встречи не только рассказали, но и показали. До начала экскурсии представители инициативной группы отметили, что хотели бы лично посмотреть технологические схемы, узнать, как производится водоочистка, как смонтировано на предприятии оборудование. Генеральный директор ЦКК Юрий Круг подчеркнул, что можно будет ознакомиться с процессом производства беленой целлюлозы, все увидеть собственными глазами, а также получить комментарии специалистов. Биржа сырья, участок подготовки щепы, очистные сооружения и пультовая экскурсия проходила по всем участкам завода. На каждом этапе производства присутствующим рассказывали о технологическом процессе. Юрий Круг отметил, что завод еще находится в стадии пуска наладки, ведется пробное производство. В августе было произведено 6 тысяч тонн целлюлозы. В сентябре этот показатель планируется увеличить более чем в два раза. Основная задача – выйти на стабильную работу. Планируемая мощность выработки – 400 тысяч тонн продукции в год. По предварительным данным, на 75% мощности предприятие выйдет к декабрю нынешнего года. На полную мощность – не раньше 2019-го. Качество воды, сбрасываемой в Березину, неприятные запахи от завода – все эти вопросы неоднократно поднимались в ходе экскурсии. Продолжить дискуссию и обсудить острые темы, получить комментарии представителей власти, природоохраны, здравоохранения, прокуратуры и прочих служб было предложено в зале заседаний. Но представители инициативной группы отказались участвовать в обсуждении и ушли, мотивируя тем, что формат встречи их не устраивает. В субботу, 15 сентября, около Центральной площади состоялся так называемый флешмоб. Около 200 человек с зелеными шариками и в медицинских масках выразили недовольство по поводу дурно пахнущих газов Светлогорского завода беленой целлюлозы. Беспокойство горожан по поводу плохих запахов, периодически накрывающих Светлогорские окрестности, остается. Въездной семинар активисты первичной организации Белхимпрофсоюза Мозорского нефтеперерабатывающего завода провели на базе подшефного сельхозпредприятия в Петриковском районе. Большую выездную экскурсию в соседний район организовали для активистов в первичной организации Белхимпрофсоюза Мозорского нефтеперерабатывающего завода. Здесь, на Петриковщине, расположено дочернее предприятие нефтегиганта Полесье Агроинвест, занимающийся производством мяса и молока. Это очень важно в работе, для того, чтобы люди видели, как другие работники, в каких они условиях трудятся, как у них происходит отдых и так далее. Это очень важно. Ну, а то, что мы приехали сегодня в Полесье Агроинвест, важно, потому что это наши коллеги по профсоюзу. У них тоже есть профсоюзная организация, и поэтому хотелось бы посмотреть, как они работают и отдыхают. Это первый. Второй момент, то, что это предприятие является нашим дочерним предприятием. Ну и то, что сельское хозяйство, как развивается, это сегодня, мне кажется, что это очень важно и, главное, интересно. Петриковское сельхозпредприятие под свое крыло нефтепереработчики взяли больше 10 лет назад. Работу, начатую экс-руководителем Анатолием Куприяновым, сегодня продолжает Виталий Павлов. При поддержке нефтезавода Полесье Агроинвест сумела выйти на качественно новый уровень. Первый раз, когда наших работников вывозили в это предприятие, Анатолий Александрович тогда с нами был, и мы смотрели, ну это был, наверное, второй или третий год развития этого предприятия. Конечно, сегодня это два разных совершенно предприятия, сравнения никакого нет, хотя уже и тогда вот эти фермы, и они отличались от того, что было в округе. Вот, поэтому, конечно, сегодня хочется смотреть и, в общем, смотришь на эти лица людей, которые здесь работают. Это совершенно другие люди, идет такой хороший подбор кадров. Они заинтересованы в порядке, в чистоте, они заинтересованы в каких-то хороших экономических показателях. Модернизация животноводческих объектов, обновленное оборудование, а также трудовая и технологическая дисциплина позволяют хозяйству год за годом увеличивать объемы производства животноводческой продукции и улучшать ее качество. Экскурсию для нефтепереработчиков проводил руководитель хозяйства Михаил Копинский. Первый результат – это, наверное, заработная оплата, которую мы уже на сегодняшний день 900 рублей достигли. Сегодня экономика, рентабельность по молоку, которую практически 40% мы уже достигли. Ну и те сегодня результаты, которые мы сегодня получаем, ну это все для людей сегодня, видите, для работников нашего хозяйства, чтобы они работали, зарабатывали деньги, приносили в семью, чтобы все были довольны. В валовом производстве сельскохозяйственной продукции Петриковщины по лесу Агроинвест занимает 40%. Улучшить показатели планируют после введения в эксплуатацию нового комбикормового завода. Он сейчас строится в Птичи. Новый комбикормовый завод, который будет производить 15 тонн комбикорма в час, это гранулированная комбикорма, которая на сегодняшний день для того, чтобы мы в это хозяйство развиваем, качество получаем, оно просто нам необходимо. Поэтому это и привесы, и то здоровье нашего скота от этого, и все остальное, которое в дальнейшей перспективе только будет плюс в этом мы будем иметь большой. Около 35% продукции комбикормового завода планируется использовать для собственных нужд предприятия. Остальное пойдет на продажу. Об этих и других планах участники семинара узнали за время живого диалога. Сам вырос в деревне, 15 лет прожил в деревне до поступления в университет. Потом уже судьба моя сложилась так, в принципе, с нефтеперерабатывающим заводом. Перепил я сейчас, проживая в городе Мозырь. На самом деле, ностальгия. Прожил в деревне, все это для меня знакомо. Хозяйство, фермы молочные, поля, все это как бы ностальгия. Впечатления самые хорошие. Семинар продолжился в Лясковичах. Во время лекционной части говорили об основах успешного лидерства и тонкостях работы профсоюзной организации. Екатерина Юрченко, Лидия Поттер, Юрий Горобец. Телеканал Мозырь. Мозырские трамваи стали предметом изучения и даже восхищения. Трамвайное депо посетила необычная экскурсионная группа. Жители европейских, почитатели трамвайного движения, специально приехали в Мозырь, чтобы своими глазами увидеть наш трамвай и, конечно же, прокатиться на ретро-транспорте. Трамвайное управление Мозырского нефтеперерабатывающего завода стало площадкой для проведения международной экскурсии. Промышленные туристы из Европы приехали в Беларусь специально, чтобы полюбоваться на экологичный транспорт. В целом трамваи в нашей стране явление довольно редкое. Трамвайное депо есть всего в четырех городах. Мозырь стал вторым пунктом, который иностранные туристы посетили в Беларуси. Первым был Минск, впереди Новополоцк и Витебск. Туристы из разных стран, объединенные общим интересом, фотографировали, рассматривали, заглядывали в салон трамваев и задавали десятки вопросов. Средняя скорость, средний возраст, нюансы конструкции. Мозырские трамваи – это чудо инженерной мысли с 30-летним стажем производства Усть-Котавского вагоностроительного завода. Первый трамвай появился в городе в 1988 году. С тех пор утекло немало воды. И только трамваи остались прежними. Подвижной состав не обновлялся ни разу. Ретро-транспорт, да еще и в идеальном состоянии, немало впечатлил туристов, даже с учетом того, что прежде энтузиасты объехали практически весь мир. Первое впечатление о трамваях – повсюду очень чисто, отличное состояние. Несмотря на то, что трамваи далеко не новые, выглядят они как новые, да и в самом депо очень чисто. Впечатление очень приятное. В качестве экскурсовода выступил главный инженер трамвайного управления Игорь Шенец. О мозорских трамваях он знает практически все. Довольно шустрое, развивает скорость до 60 км в час и очень надежное. Еще одна особенность – принадлежность мозорскому нефтеперерабатывающему. Изначально линия проектировалась, чтобы доставлять работников в промзону. Каждый турист, который приезжает посмотреть, они как бы удивляются, как можно за 30 лет эксплуатации трамвая сохранить их в таком состоянии, можно сказать, новеньком. Состояние новых, но, конечно, далеко не новое. Об обновлении подвижного состава в трамвайном управлении задумываются уже давно. Новое всегда лучше, потому что новое, уже учтены все недоработки прошлого. И новый трамвай – это низкий пол, это более плавность хода, это комфорт поездки в жаркий период года, что в наших трамваях пока это проблема. Испытать экологичный мозорский транспорт иностранным туристам довелось на деле. Они проделали путь от депо до мозорского нефтеперерабатывающего. Лидия Поттер, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь». В Светлогорске с помощью гидромолота снесли старую водонапорную башню. Своё функциональное значение это сооружение утратило много лет назад. Есть понятие «вещи и сооружения», которые кажутся вечными. К последним можно отнести старую водонапорную башню в бывшем городском парке культуры и отдыха. Построенная в далеких 60-х, она по техническим причинам практически не участвовала в водоснабжении города. 56-метровое сооружение много лет стояло бесхозным. Некоторое время назад в Светлогорске обсуждалась идея перестроить эту башню во что-то более практичное, но дальше слов в дело не пошло. Желающих купить с аукциона за 4,5 тысячи долларов тоже не нашлось. Водонапорная башня давно перестали быть важной частью коммунальной инфраструктуры населенных пунктов. Снести их удовольствие не дешевое, а порой и технически невозможное. В большинстве своем стоят они покинутыми, постепенно вершая и разрушаясь. На днях в исполкоме приняли решение демонтировать башню. Сегодня колосс рухнул. Да, башню не взрывали, сделали все тихо, мирно. Эту сложнейшую и довольно опасную работу выполнили сотрудники минского предприятия «Файерфокс». По словам директора Вячеслава Кулака, работали всего три специалиста. Были произведены необходимые расчеты. С помощью гидромолота башню подсекли у основания. Легла она компактно, и сейчас эту солидную кучу железобетона будут разбирать. Остатки башни перевезут на площадку хранения отходов и в дальнейшем после дробления будут использовать при строительстве и ремонте дорог. Красивый фасад дома и благоустроенное внутреннее содержание. Уютная детская площадка и возможность для занятий спортом. Креативный подход к ландшафтному оформлению. В Мозре выбрали лучший двор среди домов ЖСПК и товарищей собственников. 42-й дом по улице Тимофея Абрамова в деревне Наровчизна стал победителем конкурса на лучший двор среди домов ЖСПК и товарищей собственников. Дом молод и хорош. Его сдали всего два года назад. Заселили молодые и активные семьи. Вразды правления над внушительным хозяйством взяла на себя хрупкая Диана Гайкова. Председатель поначалу дала жильцам время обустроить свои новые квартиры, а после энергично взялась за благоустройство общей территории. На собрании обговорили все вопросы, председательскую инициативу жильцы поддержали и приступили к решительным действиям. Первый субботник прошел в начале этой весны. За полгода колоссальные изменения. Яркие цветочные композиции, аллеи из деревьев, которые через годы укроют от беспощадного солнца, малые архитектурные формы, детский городок, волейбольная площадка и даже футбольное поле. Все это собственными силами и за собственные средства. Носить звание лучшего двора Мозорского района по итогам конкурса 2018 года это не только почетно, но и очень ответственно. За два месяца последних в нашем дворе побывало столько гостей, как ближеезжающих к дому, так улиц. Более того, к нам приезжали гости из других городов. Мы проводили для них экскурсии, рассказывали, как добились такой красоты вокруг. У всех наших гостей возникал вопрос, как вам удалось достичь вот таких результатов. У вас вокруг столько малых архитектурных форм, цветы вокруг, цветут они, благоухают. И много, наверное, денег спрашивали, вы потратили. Я говорю, нет, это все сделано за собственные средства, либо же собственными силами моих неравнодушных жильцов. Диана Гайкова уверена, один, пускай даже сильный духом, в поле не воин. Поэтому к общественной деятельности сразу же стала привлекать всех желающих жильцов, которые со временем втянулись. По словам активистов, субботники у них каждый день. Ведь поддерживать такую красоту и чистоту нужно постоянно. Повезло с нашим председателем. Она очень ответственная, добросовестная, трудолюбивая. Конечно же, всю эту красоту очень сложно одному сделать человеку. Поэтому мы все жильцы стараемся навести красоту и полить где-то цветочки, когда жара у нас стояла сильная. Диана Александровна у нас всегда поставит цель определенную и может разложить, нам дать план работы какой-то. И мы все жильцы, приблизительно все почти, выходим и поливаем. Где-то кто-то пополит клумбочки. Очень приятно пройти, когда вокруг благоухают цветы, все такое яркое, веселое. И создается сразу приятное настроение. Аист не зря символ этого дома. На 88 квартир 136 детей. Именно для них в первую очередь и стараются. Я люблю кататься на колесе и на качельках. У нас хорошие цветы, красивые. У нас есть телега и тачка. Вот колодец еще. Конкурс на лучший двор среди домов ЖСПК «Товарищи собственников» это традиция райисполкома. Творческим путем стимулирует мазырян на неравнодушие и активность. Хорошие идеи обязательно находят поддержку в районной администрации. Из 23 домов определен победитель. Это товарищество собственников в деревне Наровчизна по улице Тимофея Абрамова, 42. Также комиссия отметила три дома, которые самые активные и внесли наибольший вклад в благоустройство своих территорий. Это улица Малинина, дом 47. Улица Малинина, дом 42. Бульвар Юности, дом 129. Хочется поблагодарить жильцов этих домов, которые активно включились в работу, благоустроили и придомовую территорию, уделили большое внимание созданию детских площадок, спортивных площадок и устройств малых форм. Хочется сказать, что люди все это делали за счет собственных средств в свое свободное время. Главный приз за победу в конкурсе на лучший двор 1715 белорусских рублей. Эти деньги пойдут на ограждение футбольного поля. У дома победителя действительно наполеоновские планы. В дополнение ко всему зимой здесь появится каток. Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, телеканал Мозырь. Правила безопасности в креативной форме. В Осташковичах светлогорские спасатели совместно с Белорусским союзом офицеров в рамках второго этапа республиканской акции в Центре внимания дети провели оригинальное мероприятие деревенский квест Шифр 112. На прошлой неделе в Осташковичах прошел День безопасности. Организовали его для школьников светлогорские спасатели совместно с Белорусским союзом офицеров в рамках второго этапа республиканской акции в Центре внимания дети. Мероприятие началось с познавательной беседы. Старший инспектор светлогорского подразделения МЧС Наталья Кашина рассказала, как действовать в чрезвычайных ситуациях, если вдруг остались без присмотра взрослых, куда звонить и какую информацию сообщать. Затем дети ответили на вопросы викторины, проанализировали различные ситуации и рассказали, что нужно делать в каждом конкретном случае. Следующий этап мероприятия учебная тревога. Педагоги и школьники быстро эвакуировали, соблюдая все правила. Мероприятие продолжилось на школьной площадке. Дети, разделившись на команды, приняли участие в квесте под названием Шифр 112. Съедобные. Несъедобные. Съедобные. Школьники путешествовали по станциям, отвечали на вопросы, демонстрировали свои знания правил безопасности. Девизы речевки юные спасатели тоже подготовили. Гореть и тлеть и все уметь! Мы, как молния, сверкнем, победим, призы возьмем! Мы огонь, опасная штука, мы над собой не любим шуток! День безопасности прошел на отлично. Школьники повторили полезную информацию, которая пригодится им в жизни. Весело провели время и получили подарки. Спасибо! Пожалуйста, оставь, держите. Реческие спасатели, пожарные, уделяют большое внимание профилактической работе с детьми. С начала учебного года в средней школе номер 4 открылся специализированный класс по основам безопасности и жизнедеятельности. Знания, которые школьники получат в этом классе, бесспорно пригодятся в жизни. Подборные аплодисменты учителей и учеников представители администрации средней школы номер 4 районного отдела по чрезвычайным ситуациям и энергонадзора перерезали красную ленту, чем и ознаменовали открытие нового специализированного класса по основам жизнедеятельности для учащихся с 1 по 9 классы. Перед началом занятий проведен небольшой экскурс. Организаторы класса познакомили заинтересованные службы с наглядными пособиями и рассказали об оформленных уголках и стендах. По пожарной безопасности стенд по первичным станам пожаротушения обликислотный порошковый огнетушитель для детей, как бы мы уже взяли маленькие огнетушители, чтобы можно было в руки наглядно взять ну и посмотреть, как правильно пользоваться ими. Ну и соответственно на стенде расписано, что нужно делать, как нужно делать, как нужно включать огнетушитель, как нужно тушить пламя либо возгорание. Ну, конечно же, не хотелось, чтобы это было, но опять же, дети и люди, в принципе, это должны знать. Первые учащиеся в классе по основам безопасности и жизнедеятельности четвероклассники. В новом классе и урок проведен по-новому. Ребятам продемонстрирован мультсериал «Волшебная книга», созданный МЧС Беларуси. Каждая серия посвящена определенной теме, правилам безопасного поведения на воде, пользования электроприборами, что делать, если заблудился в лесу. Также с младшими школьниками проведена тематическая викторина. А кто знает, как нужно действовать в случае возникновения пожара в доме, в квартире? Если в доме случился пожар, и у тебя есть возможность выхлата, то взять тряпку, ее наручить чем-нибудь, и ползком добраться до двери и выйти. Потом позвонить в пожарную службу, спасить. Специализированный класс позволит на новом уровне изучать предмет, основы безопасности, жизни и деятельности. Планируется, что его посетят мальчишки и девчонки из других школ. В первую очередь, здесь в этом классе будут заниматься учащиеся четвертой школы, то есть это все классы до девятого. Ну и кроме этого, мы этим не ограничились, сделали, так сказать, межшкольный этот класс, да, и планируем один из классов, мы еще с отделом образования определяемся, будет седьмой, восьмой, либо девятый класс, чтобы все учреждения района сюда в этом классе поприсутствовали и, соответственно, будут проводить занятия еженедельно наши работники, здесь также будут привлекаться работники энергонадзора, освод, которые будут уже тематически рассказывать о тех или иных чрезвычайных ситуациях, ну и правилах безопасности. В наполнении класса экспонатами его организаторы обещают не останавливаться на достигнутом. Вскоре здесь появится стенд, посвященный безопасности на воде. Современные технологии прочно вошли в нашу жизнь и продолжают стремительно развиваться. Не остаются в стороне, шагая в ногу со временем и реческие учреждения. В День города кинотеатр Беларуси преподнес Тричичанам оригинальный и современный подарок – зал виртуальной реальности. 21 век – время высоких технологий виртуального пространства, поэтому, чтобы двигаться вперед, необходимо искать новые пути развития и расширения сферы услуг. И в этом движении кинотеатр Беларусь не остается в стороне, отметила директор учреждения Анастасия Антипова на мероприятии по случаю открытия нового зала виртуальной реальности. Она убеждена, зал стал отличным подарком ко дню города для всех речичан, а особенно для первых десяти гостей, которые смогли посетить виртуальный аттракцион бесплатно. Зал виртуальной реальности состоит из четырех игровых зон, где каждый сможет выбрать развлечение по душе. Чтобы погрузиться в другую реальность, достаточно просто надеть специальные очки и запустить программу. «Есть зона игровая, это платформа, допустим, включается американские горки, и человек себя полностью чувствует, как будто он летит действительно на этих американских горках. И это огромные впечатления подростков. Им это очень нравится. Далее, с другой стороны, у нас стоит аппаратура. Знаете, если вот, скажем, платформа, скажем, это вчерашний день, то вот та аппаратура это уже сегодняшний день. Сверхсовременное, потрясающее разрешение. Человек, когда одевает на себя платформу, он оказывается именно вот в этом месте. Он может оказаться на Луне. Вокруг там будут лунатики. Он может оказаться в древние времена, вокруг будут бегать динозавры. Очень интересно. Это полное ощущение, что ты там именно стоишь». Основную цель, которую ставят учредители аттракциона, весело и увлекательно занять подростков. В ближайшие полгода зал виртуальной реальности ждет дополнительное техническое обновление. Также для гостей будут предусмотрены приятные скидки и акции. В Мозыре состоялся традиционно крестный ход чедотворной иконой Божьей Матери Юровической Милосердной. Проводить православную святыню в родную обитель перешли сотни верующих. Торжества в честь Юровической иконы Пресвятой Богородицы ежегодно собирают вместе сотни верующих. В Свято-Михайловском кафедральном соборе в этот день состоялась божественная литургия, которую возглавил владыка Леонид, епископ Туровский и Мозырский. Многочисленные паломники в ожидании чудотворного образа собрались возле храма. Для многих крестный ход стал мероприятием традиционным. Чтобы проводить святыню в родную обитель, люди приезжают из разных городов. Ленчатся, четвертый раз приезжаем. Я с Ленчатой каждый год. Мы потом чувствуем большое облегчение. Благодать получаешь такую, это же Матерь Божия. Ждешь этого года, это 12 сентября. Мы очень ждем этот день. Всегда на работе, если наш день, мы здесь стараемся замениться как-то с работой, чтобы, конечно, принять участие. Нет, не тяжело. Не тяжело. Наоборот, такая легкость. Вот, благословение Божие, Божия Матерь нам помогает сегодня в пути. Мы всегда целый год ждем этот день. Ждем этот день, мы все дела свои в сторонку и всегда идем в крестный ход. Уже очень много лет. Ну, я хожу уже много-много лет. Можно сказать, как и начался крестный ход ходить, мы уже ходим много-много. К Матери Божией идем. Просить, жаловаться, просить, рассказывать радости свои, печали свои. Все же просим Матери Божией помощи. И вот, сейчас нести над нами иконы. Будем просить все, каждый, что желает. Помощи своим детям и в духовном, или в телесном. Будем просить Матери Божией. Мария Платоновна приехала из Пинска. Несмотря на недуги, собирается принять участие в крестном ходе. Говорит, однажды увидела необычный сон. Именно он подвиг женщину на то, чтобы проделать неблизкий путь. Еду на какой-то лошади, потом остановилась. Я знаю, что мне надо Мозырь. Смотрю, все незнакомое. И я спрашиваю у людей, что это Мозырь? Они говорят, нет, это Юровичи. И вот я чувствую, что это какое-то я потом пожертвование сделала в Юровичский монастырь. И сейчас вот тоже думаю это преклониться, потому что у меня больная нога, все, и о детях думаю. И хочу вот тоже преклониться под этой иконой. Наконец, икону выносят из храма. Кроме священнослужителей, ее традиционно сопровождают кадеты. В этом году крестный ход приурочен к тысяча тридцатилетию крещения Руси и году Малой Родины в Республике Беларусь. Традиционно паломники начинают путь на площади Горького, на время автомобильное движение замирает, улицу наполняет колокольный звон. Сплошным потоком верующие следуют до Примостовой, за мостом их будут ждать автобусы. Снова спешатся верующие у Юровичей и проследуют до мужского монастыря. В шествии принимает участие один из трех списков иконы Юровичской Милосердной. Оригинал находится в Кракове, но список почитается верующими не меньше. В 2006 году чудотворный образ был случайно найден в мужском монастыре. С тех пор именно Юровичский монастырь стал его постоянной обителью. Список покидает ее только раз в год. После пребывания в Свято-Михайловском кафедральном соборе икона с почестями отправляется в родной монастырь. Лидия Поттер, Вячеслав Приписнов, телеканал Мозырь. Юные теннисисты из Светлогорска отметили начало спортивного года. На праздничное мероприятие приехали представительные гости. Олег Николаевич Житков 13 сентября в Светлогорск посетили представители Гомельского областного отделения Республиканского общественного объединения Белорусской теннисной федерации и областного центра Олимпийского резерва по теннису. Встреча была приурочена к открытию нового спортивного года. Крытый корт стал местом проведения мероприятия. Здесь собрались юные светлогорские теннисисты. Начальник отдела образования, спорта и туризма Жанна Черкас поприветствовала гостей и вручила подарки. О цели визита рассказал Олег Житков, председатель Гомельского областного отделения Белорусской теннисной федерации. Мы сегодня к вам приехали не с пустыми руками. Мы хотим, чтобы сегодня частичка того, что мы делаем, ради чего функционируем, чтобы это осталось и у вас. Он также отметил, что сотрудничество с отделом образования и детско-юношеской спортивной школы номер один будет продолжаться и в дальнейшем проработаны вопросы поддержки и развития тенниса в Светлогорском районе. Со своей стороны мы подумаем чтобы здесь организовать мастер-классы с приглашением тех именитых спортсменов, которые сегодня являются для кого-то кумирами и которые должны в том числе делиться своими навыками на нашем уровне в нашем регионе. В качестве спонсорской помощи и поддержки отделения тенниса спортшколе были переданы ракетки, струны и мячи. на сегодня это все сюжеты встречаемся с вами на следующей неделе до новых встреч Мастер-классы